Сегодня в гостях у Комсомольской правды врач-инфекционист кишечного отделения Центральной городской клинической больницы номер 1, городничий Юлия Валентиновна. Здравствуйте. Юлия Валентиновна, скажите, пожалуйста, вот кишечные инфекции, насколько эта тема и проблема актуальна именно в жаркий период года? Или же нет такой вот сезонности? У нас есть сезонность, у нас всегда в летнее время очень много поступает больных именно с кишечными инфекциями, в частности, шерихиоз, сальмонелиоз, инфекции вызваны условно патогенной флорой, ботулизм бывает. Ну, из-за того, что люди едят, может, немытые овощи, фрукты, там, скоро портящиеся продукты, покупают, например, на рынке творог, например, на развес, там, молоко пьют сырое, не кипяченое, пьют сырую воду. Ну, в общем, так что у нас сезонность все время. Так соблюдается в течение дня, ну, человек 6-7 поступает. Это в летний период, да? А если сравнивать с осенью, зимой? Ну, там, конечно, уже так бывает. Меньше, да? Да, меньше, да. Ну, тоже бывает, все равно же. Сейчас даже и в крупных супермаркетах тоже есть просроченные продукты, все равно, вот из-за станции ведет и педрасследование. И вот часто у нас люди из больших супермаркетов, ну, не буду называть их, вот, тоже поступают к нам, получается, у них все, ну, в общем, кишечная инфекция, все-таки, сальмонолезы, шельез, ну, те же самые, в общем, так. Можно ли выдавить какие-то наиболее опасные кишечные инфекции? Ну, а все, как бы, могут опасно, если человек, например, будет дома лежать, не будет себе, например, сам первую помощь оказывать, не будет вызывать врача, это все может пролонгироваться, и у него затянется и диарея, будет лихорадка, боли в животе, ну, все это будет сопровождаться, и, конечно, может и давление ухлазить, могут быть судороги, обезвоживание организма, ну, и, в общем, надо срочно вызывать скорую помощь, ехать в стационар. Ну, в общем, если можно для наших читателей, вот, первые признаки, как себя вести, если у вас появились первые признаки? Первые признаки, ну, так это может быть слабость, головная боль, повышение температуры, тошнота, многократная рвота, боли в животе, диарея. Первые признаки надо вначале хотя бы самому промыть желудок, выпить хотя бы 3 литра воды и самому вызвать рвоту, вот, хотя бы вот так и выпить сорбенты, это, например, активированный уголь, вот, или сейчас белый уголь, атаксил, вот эти вот сорбенты, ну, вот, и, я думаю, вызвать врача или скорую помощь, в общем, так. Чем опасно, вот, если человек, допустим, не своевременно обратился, и у него уже тяжелая форма вот этих заболеваний, чем они опасны, они дают какие-то осложнения? Ну, да, так может быть, токсикоинфекционный шок, гиповолимический шок, в общем, попадают у нас и для анимационной отделениями. А были смертельные случаи? Редко, ну, да. В этом году не было? Слава Богу, нет. Вот говорят, что очень опасный такой момент, вот сейчас детки в пришкольных лагерях, там, в лагерях отдыха, не было ли вспышек кишечных инфекций в детских учреждениях? Ну, насчет детских я вам точно не могу сказать, ну, я знаю, у них всегда очень много людей, у них сейчас человек 50 лежит, вот. Поэтому за детьми, наверное, сложнее, может, уследить немытые, а, в основном, ну, руки, вот, может, там, воды выпили сырой, или еще что-то, вот, мама не уследила. А, еще молочные в кухне, там же, что же есть, кто-то все. Вы слышали, да, вот эти случаи были? Там, ну, помните, да, как-то вот у нас было в первой плане, если мы тоже что-то такое. Давайте перейдем к вопросам, которые к нам пришли отчитывали. Татьяна задает такой вопрос. Добрый день, порекомендуйте, пожалуйста, лекарства для отпускной аптечки на случай отравления и других неприятностей. Ну, вот, я говорила, если, конечно, в пути такое возникло, ну, можно, конечно, промыть желудок и все, выпить вот сорбенты. Вот есть белый уголь сейчас, очень нам нравится, мы используем его в таблетках. Выпил, промыл желудок, выпил, там, 2-3 таблетки угля. Или такой же есть вот в порошке, тоже называется белый уголь. Есть атаксил, есть энтеросгель называется, вот. И есть еще такой препарат регидрон. Он разводится в литре воды, это солевой раствор, солевой, там, с глюкозой, вот, он восполняет те потери жидкости, которые человек, ну, теряется с поносом, с арботой. Это вот тот водноэлектролитный состав, который нужен для восполнения потери жидкости. Вот, ну, ферменты, конечно, это фистал, мизин, вот. Ну, если боли в животе, там, ножку, спазмолитики, дуспаталин, метеоспазмил, спазмамен, ферменты вот эти, мизин, фистал, кривон, пангрол, вот. Ну, вот антибиотики я не порекомендую, потому что у них на них, у людей может быть аллергия на них. Вот, поэтому, ну, может, всталозол так вот взять с собой. Антибиотики, конечно, они у нас сейчас хорошие, эффективные, но в редких случаях на них бывает аллергия. Вот это препараты норфлоксоцинцы, пролит. Вот, поэтому лучше самому не принимать. На значение врача. Левомицетин не нужно применять, потому что к нему бактерии все устойчивые, вот. Вот, и левомицетин, он вызывает много побочных явлений, там, агранула, цитоз и, в общем, все остальное. Поэтому мы его применяем в клинике только в своих, там, целях, там. Ну, при литей, например, першного тифа, там, или еще чего-то, или еще чего-то, или, всталозол, и модиум нельзя, вот, лапирамид, это не нужно. Потому что там написано, что противопоказание инфекционная диарея. А если у человека лихорадка есть, явление энтерита, ну, гастроэнтерита, ну, в общем, этого не нужно делать, потому что, получается, ну, как бы, замкнулись и свинтеры, и инфекция там в организме находится, ну, в общем, в этом, в кишечнике. И получается, что поноса у человека нет, а лихорадка становится все выше и выше, и выше интоксикационный синдром, и человек, в общем, становится, как бы, хуже, и он не поймет, в чем дело. Вроде поноса нет, а состояние такое же вообще, ухудшается. Вот так вот. По продуктам, я не знаю, у читателей есть такие вопросы. Можно ли как-то разделить на группу продукты, от которых живут, лучше вообще отказаться? Вторая группа, с которой нужно очень внимательно следить за сроком годности, третья, которую можно в любом случае спокойно употреблять. Ну, если вы, что, все равно каждый человек учит, что, например, молочные продукты покупать, ну, вот мы же всегда спрашиваем, если покупаете творог на развес, на рынке, это вы чаще всего там, может быть, и стафилокок, и глиптелы. Он же находится на открытом воздухе, мало ли, его какой-то ложкой накладывают там, ну, условия там не очень хорошие. И лучше вот все-таки в супермаркете покупать, там и срок годности указан, вот, сметаны, молока, например. Молоко тоже на разлив, если покупать, нужно его пипетить. А то люди его, ну, ставят в теплое место, делают из него сыворотку, пьют сырое молоко, а потом, в общем, начинается, ну, появляется у человека дизентерия, и шерихиоз, может быть, и все, что угодно. Вот, ну, так же, что? А, насчет таранки, вот, вяленая рыба, лучше тоже сейчас ее не покупать, потому что есть такие сейчас случаи жботулизма, вот, и неправильные, ну, как, условия приготовления идут этой рыбы, потому что ее продают везде, могут там бабушки, она не потрошенная, это вот вяленая рыба, лучше все-таки, ну, я не знаю, может, в супермаркете, там какие-то все-таки условия контроля есть, и там она как-то более лучше готовится, и она потрошится, и... Ну, лучше от этого отказаться, да. Батулизм есть, и у нас сейчас в клинике есть, да, ну, вот. Первые симптомы, это же может быть двоение в глазах, может быть птоз, ну, это опущение век, может быть нарушение зрения, двоение в глазах, нарушение глотания, человек поперхивается при глотании даже воды, нарушение, может быть, дыхания, может быть, одышка, но это надо срочно прочурить. Это же вообще страшно, да? Да, очень страшно, надо срочно вводить противобатулиническую сыворотку, и, в общем, лучше вообще на море, вот, везде, на отдыхе не покупать вот эту, никакую рыбу. А сладости всякие там, перерожные? Ну, тоже, да, вот, лучше, я тоже говорю, все-таки в супермаркете может так, на улице что, тоже она стоит на открытом воздухе, и пыль, и грязь, и вот, условия реализации там же тоже не сохраняются. Поэтому тоже может быть и стафилококк, и дешедела, ну, это дезинтерия, вот, и шерихиус, и, в общем, все то же самое. У нас были случаи отравления и клерами, и пирожными, ну, там, с белковым кремом. Перепелины, вот, ты говоришь, они говорят, ну, вот, от перепелиных не бывает, да все равно, у нас же это все задокументировано, у нас и от перепелиных, и от сальмонолога. Ну, они разные тоже, сальмонолога группы D, группы B, все это тоже проявляется и ехоратка, и диарея, и болями в животе, в общем, интоксикации, и все это очень может длительно затянуться, потом может быть рецидивирующие течения заболевания. Такой вопрос, несколько даже с юмором, наверное. Скажите, старый дедовский метод профилактики 100 граммов водки действительно эффективен? Понятно, если не перебирать исключительно в лечебных целях. И что там еще, перец, да, когда-то? Ничего не помогает, поступали к нам, ничего, все равно обращаются к нам. Нужно промыть желудок вначале, вот так вот. А потом уже сорбинтовый, ну а что, водкой так не поможет. Вы сказали промыть, ну воды выпить, а добавляется туда что-то в эту воду? Да можно и не добавлять, просто обычная, промыть. Тогда вот если человек промыть желудок, у него может быть потом и не будет ни диареи, ничего. Будет как пищевая токсикоинфекция. Вот, выпил потом регидрон и потом уже состояние может и улучшиться даже, да. А вот такой вариант, как раньше, с марганцовкой воду? Не, ну тоже можно. Ну сейчас же марганцовку вы же не купите в аптеке, да, сейчас ее же не продают. Просто обычные, и восполнить потери жидкости регидроном. Такой вопрос Галина задает вам. Какие инфекции кроме кишечных еще особенно опасны в жару? Слышала, что этим летом как никогда много людей болеют бактериальной ангиной. Правда ли это? Ну ангина все время болеет летом, потому что люди употребляют в пищу холодные продукты. Ну ангина она обычная у нас, вот она у нас, в вышеде диагностическое отделение, у нас там ангины лежат. Ну в общем она ангина и есть ангина. Наталья задает вопрос. Собираюсь в автобусный тур, подскажите пожалуйста, какие продукты питания не испортятся за 16 часов пути? Какой срок хранения продукта в вакуумной упаковке? Ну я думаю, сыра нужно, колбасу может, я думаю, сыра все-таки не брать. Все-таки в теплых условиях там, она что-то только может храниться в холодильнике, даже если там срок годности указано. Даже если в вакуумной упаковке. Я думаю, можно взять овощи, фрукты, хорошо их помыть, пить побольше жидкости. Ну как-то я думаю, можно выдержать все равно, чтобы в случае отравления не было. Ну если там мясо только отварное взять и ну как бы сразу его съесть. Я думаю, не так, не молочный. Ну там, плет взять, да. Стандартные дорожные, едовременные яйца все. Ну можно, да. Ну а с яйцем, я думаю, так ничего. Ну не долго так, ну вот. Ну сюда, ну да, ну да, хорошо свалить так. Ну что ж. Так скажите, пожалуйста, ребенок периодически жалуется на боли в животе, которая через время самостоятельно проходит. Что и анализ крови нормальный. Может ли это быть кишечная инфекция? Ну надо его, во-первых, врачу показать. Я не знаю, там характер боли. Вот. У детей же вообще все по-другому как бы происходит. Это нужно врачу показать. Бывают инвагинации, кишечные инфекции, все что угодно может быть. Там же ж нужно ребенка посмотреть, и может недостаточно вот, чтобы он сдал там анализы. Может еще какие-то нужны дополнительные методы исследования могут. Поэтому врачу показать, я думаю, что там с ребенком. Бывают явления и холецистита, и дискинезии, и гастрит, и все что угодно может быть. Дисбактериоз кишечника. Вопрос от Александра. Скажите, пожалуйста, как часто в нашем регионе появляются новые инфекции? Как с ними надо бороться? Не знаю. Пока мы новых никаких не видели. Мы боремся со старыми. Всегда проводим санспросвет работу, чтобы люди не употребляли. Расрученные продукты. Чаще покупали в супермаркетах хотя бы. Мыли руки. Соблюдали правила личные, гигиеные. Но у нас пока те же самые инфекции. Сальмонеллез, дизентерей, шерихиоз, батулизм и все остальные. Кануровых нет. По поводу макеопродуктов. Такой вопрос от Ольги. Скажите, пожалуйста, правда ли говорят, что если какой-либо продукт упал и был очень быстро подобран, то микробов на нем не прибавилось? Я бы его вымыла все равно. Не знаю. Я боюсь. Все равно можно заразить. Хотя бы дизентерей. Нет, ну может и повезет. Ну, я думаю, лучше вымыть. Да. От Олега Алтоз. Один мой друг никогда не моет фрукты перед тем, как их съесть. Ни сорванный из дерева, ни с грядки, ни даже купленный в магазине. Утверждает, что употребляя их немытыми, он тем самым повышает свой иммунитет. Как мне переубедить друга? Как доказать, что он неправ? Ну, слава богу, ему в те случаи повезло, но когда-то ж может не повезти, будет у меня кишечная инфекция. Но все равно уж нужно мыть. Я думаю, все приедет. Сырой водой. Какой? Ну, сырой же водой мыть. Ну да. Не имеет смысла. С сырой водой тоже нужно. Ну да, но сырую воду уж лучше не пить. Ну, а как? Все равно уж нужно мыть. Ну, можно и кипяченое отдать тогда уже в конце. Помыть с мылом. Все равно, что там частички какие-то грязи там прилип. Ну, арбур циршем, вот если они, ну как, с этим, пупырышками, или как они называются. Да, их же нужно все равно как бы щеткой очистить. Вот, помыть можно с мылом, ну, если уж так тщательно. Потом отдать кипяченой водой. Ну, все равно случаи же бывают, правильно? Малину там, вот человек не помыл и получилось, зародился из дезинтерии. Ну, вот. Ну, вот. Вот, у нас есть. И фильтрованную воду уж лучше. Все равно уж нужно кипятить. Вот если уж бактериальный фильтр, вот если будет бактери... Потому что у вас нет бактериального... Ну, к примеру, вот у человека нет бактериального фильтра. Если там он фильтрует от бактерий, тогда уж можно. А сейчас, я думаю, фильтры они такие есть. Все равно ее нужно прокипятить, тогда выпить. Мы всегда вот в эпиданамнезе отмечаем, что пьет сырую фильтрованную воду. Поэтому это может вызвать тоже какую-то кишечную инфекцию. Бывают ротовирусные гастроэнтериты. Часто к вам попадают люди, которые вот заболевают именно от употребления воды? Нет, ну, они все равно что-то в течение... Инкубационный период же кишечных инфекций до 7 дней. Мы же спрашиваем, какие продукты он делал. Конечно, и вода может быть, но это уж дело штанстанское. Там расследовать нужно. Без расследования проводить все равно он в это время, ну, и употреблял мясные продукты, и молочные, например. И яйца могут съесть, в общем. В самом начале разговора вы сказали, что да, вносит... Эти инфекционные заболевания вносят как бы сезонный характер. Где там их больше, чем в другое время года. Это проявляется только в нашем регионе или и по всей стране точно тоже? Ну, в общем, не так проявляется. А статистика какая-то ведется на фоне других регионов? Как мы выберем вот этим показать? Мне, конечно, точно не уточнило, но я думаю, везде так. И сейчас приблизительно будет тут же. Ну, я думаю, да. Видишь, и по телевидению, и по радио это мы слышим. Особенно в прибрежных, да, районах, там же больше люди находятся на отдыхе. Такое тоже бывает. А вот вы сказали о молочных кухнях, но я так понял, что вы имели в виду тот случай, который... Ну, да, тогда был, да. Может, тогда был. В этой лагере еще не было, да? Нет, слава богу, нет, да. Ну, нужно же и работников молочной кухни обследовать. Ну, понятно, да. И брать у них посевы. Вот. Баб посевы, как бы, и все это. Бывает уж. А уточнить хотелось бы еще. По детским лагерям, вы сказали, 50 человек, это... Нет, это просто у нас в отделении лежит. А, просто? Нет, я не знаю в лагерях как. Я просто знаю, что сейчас кишечная инфекция у них так же распространена, и что много детей поступает. Ну, то есть... А вот, может, мамочка где-то не уследила все? Нет. А вспышек таких нет. А если брать, например, возрастной срез вот людей, кто вот чаще всего попадает? Ну, скажем так, если... Дети, взрослые. Да, дети, вот, взрослого возраста и преклонного возраста. Вот кто чаще подвержен? Ну, дети, я тоже думаю. Конечно, я за ними так точно не уточняла. Ну, вот у нас и преклонного возраста... Ну, у нас сейчас разных возрастов лежат люди. И молодежь, и пожилые. У пожилых, конечно же, иммунитет снижен, но у них лихорадки не бывает. У них чаще бывают боли в животе, диарея, гастротический синдром. Ну, это, значит, рвота. Вот. Они же тоже, вот, чаще, ну, вот, как пожилые люди, они на рынок ходят. Что-то там, вот, купили такое, например, молочные те же продукты. Вот. Там, что подешевле взяли, может, там, просроченный какой-то продукт. Некоторые наши бабушки любят кильку, тюльку покупать. Она тоже там на развес продается. Неизвестно, в каких условиях все это хранится. Поэтому, вот, чаще, вот, я же говорю, пожилые люди. Телихорадки нет, ну, все вот так. Остальное все так же протекает. Ну, наверное, детей все-таки больше, да? Может, и детей больше. Да, я сейчас, конечно, не знаю, да, сколько точно там водилей. Да, а за детьми, ну, что мамочка отпустила его, гулять, он побежал, схватил. Грязными руками, да. А вот, опять-таки, мы говорим в большей степени о продуктах питания, там, о воде, например, да, или напитках. А единственные ли это вообще способы заразиться вот кишечными инфекциями? Или же есть еще какие-то? Ну, грязные руки, продукты питания. Это кишечная инфекция, которая распространяется фекально-оральным путем. Можно, конечно, ну, заразиться от другого. Почему мы человека, когда у него кишечная инфекция, изолируем, воспитализируем на 5 дней? Он должен пропить антибактериальный препарат в течение 5 дней, и тогда он будет считаться незаразным. Если человек, например, декретированного состава, например, он работник или детского сада, или, например, ну, педагог, или там работник тоже молочной кухни, или работником стора, например, там, или другого супермаркета, то мы у них берем контрольный посев, уже смотрим, чтобы у него эта бактерия не выделялась. Вот, в общем-то. А увеличивается ли инкубационный период в связи, опять же таки, с свободными условиями? Ну, то есть, разница между живучестью бактерий, да, зимой и летом? Ну, летом все же, конечно, да. Все равно инкубационный период, как мы всегда у нас учили в институте, до 7 дней спрашиваем, какие продукты человек ел. Во время Евро болельщики иностранные не попадали к вам в отдельный день? Попадали, да, попадали. А чем травились? Ну, кто-то, я уже так... Они, знаете, у нас хорошее лечение было, мы, бывает, приходим, они уже убежали, как бы. Вот, антибиотики сейчас эффективные, ну, может, что-то где-то, не знаю, может, хот-дог кто-то съел, или шаурму, вот, в общем-то. Ну, они все-таки соблюдают правила личной гигиены, а вот насчет питания кто-то что-то где-то съел и, в общем, так заболел. Ну, мы как-то быстро вылечили всех, они быстро встали на ноги, бежали, даже футбол успели посмотреть. Поэтому, вот, ну, человек пять, наверное, было. Вот, разных людей. Некоторые к нам приехали, он был уже и в Москве, он уже там у него сохранялся жидкий стул. Вот они путешествовали, а потом к нам пришли, и вот мы их лечили. Они уже где-то заразились по пути, уже ели, и в поезде брали с собой. А как вы встречались на русском? Ну, пытались как-то, да, но у нас и переводчики нам помогали, волонтеры были, да. Ну, вот из России тоже были, из Читы там даже приезжали болельщики. Так что, вот, ну, сикварительно. Скажите, а вот что касается мясных продуктов, что чаще становится причиной? Нарушение условий хранения или все-таки приготовления? Ну, и того, и того. Даже в холодильнике, если что-то... Ну, а все-таки чаще, или так, или нет? Ну, все равно лучше. Вот мы всегда спрашиваем, например, человек только пожарил, например, отбивную, там же все равно термически она может недостаточно обработана, вот с какой-то части будет это выпуска мяса, например, вот. Ну, а вообще, возможно, возможно настолько термически обработать, чтобы это было пригодным? Ну, нужно, например, проварить или там протушить хотя бы вот так вот, ну, жарить, я думаю. Так и всегда мы спрашиваем большими кусками, маленькими так вот. Ну, всегда, я думаю, нужно так, например, сварить, потом обжарить. Просто жарить, я думаю, нельзя. И протушить, например, продукты. И даже если в холодильнике, например, вот мы спрашиваем, майонез постоял открытым, ну, несколько дней там уже тоже может быть, стафилокоп, например, вырасти. И все. Вот открытые продукты стоят в холодильнике, мы тоже это спрашиваем. Более. То есть, если в скрытых даже... Да, мы тогда спрашиваем, сколько он стоял. А если не холодильника, то уже сколько часов стоял, ну, тогда уже точно будет. А по рыбе можно просто сказать, вот какая более безопасная? Потому что бывает малосольная селедка, бывает сильно соленая, бывает копченые рыбы, вяленая, какая из них самая безопасная? Где меньше возможности... Я думаю, тоже, я опять говорю, в супермаркете, наверное, может там холодного, горячего копчения, чтобы оно было потрошенное. Я думаю так, они все-таки соблюдают какие-то условия приготовления, и их санктанция все-таки проверяет. А вот эти вяленые рыбы, это конечно... Особенно если она не потрошенная, я думаю, вообще не стоит употреблять. Ну вот этот батулизм, он вообще лечение поддается? Нужно области противобатулиническую северацию. То есть вовремя нужно обратиться? Да. А если не ввели, то это с летальным исходом может быть? Да. Были такие случаи в этом году? А, в этом году. А в прошлом? Ну да. Все? Угу. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо.